где заканчивается там один язык, начинается другой язык, и это реально бывает сделать сложно, и, ну, ты вначале сказал, что первый критерий, который здесь можно применить, это интеллигибельность, взаимопонятность диалекта, хорошо, но в этом случае мы снова сталкиваемся с кучей проблем, и, в принципе, ты сам их обозначил, что, допустим, при таком раскладе тогда норвежский и шведский будут диалектами одного языка, и, возможно, датский тоже. Я не против. Нет, ну, это прекрасно, что ты не против, но как бы официально мы видим, что так не проводится деление. Ну, так официальный украинский язык вполне себе, тогда мы можем просто проапеллировать к тому, что украинский, он официально вполне себе язык, в UCLA, между прочим, даже он предлагался как вот отдельный предмет, когда я там учился, отдельный от предмета русский язык вполне себе. Вот, хорошо, ну, я продолжу немножко, значит, мысль. Значит, мы, в общем, норвежский, шведский и датский будут тогда диалектами одного языка. Диалекты немецкого языка, ты все правильно сказал, будут разными языками, особенно это касается там нижненемецких и верхненемецких. А верхненемецкие диалекты вполне возможно будут одним языком с нидерландским. Это тоже вполне себе, хотя там с нидерландским тоже, ну, там двоякая ситуация, там не все диалекты нидерландского. Слушай, а я всегда думал, а я всегда думал, что нижненемецкие, это которые на севере наоборот, а верхненемецкие, которые на юге. Ну, нижненемецкие, да, я же так и сказал вроде бы. А, ну, может, это я запомнился, я не знаю. Ну, да, ну, то есть нижненемецкие будут на нидерландском. Это которые на севере, да, да, да. То есть, но с нидерландским там тоже закавыка, потому что там не все его диалекты происходят исторически из нижненемецкого. Там часть, часть из них это вообще эти, в общем, как называется, Old Low Franconian, в общем, часть Old Saxon и часть диалектов нижненемецкого. Вот они все вместе там сегодня объединяются как бы в одно понятие. Это тоже такой зонтичный термин, как нидерландский язык. Вот. Ну, итальянский можно еще вспомнить, да. Конечно. Тогда в Италии нет одного языка, там разные языки. Причем там действительно есть целые движения за выделение. Как-то он называется, я могу неправильно сказать, Абрузинский, что ли, или как-то так. Вот они, там целое движение у них есть за то, что они хотят, чтобы их этот язык считался, в общем, отдельным языком. Да, ну, в Италии действительно очень много и сепаратистских движений, которые просто за отделение целых территорий. То есть, это знаменитое то, что Северная Италия давно порывается, отделится от всего этого. И отчасти по культурным, собственно, границам, потому что итальянец там из Венеции, итальянца с Сицилии, в общем, не очень понимает на слух. То есть, это тоже абсолютно нормально. Можно еще Испанию вспомнить, в которой, в принципе, уже вполне себе официально каталонский на международном уровне признается отдельным языком от Кастильского. Фильмы дублируются, значит, отдельно на каталонском и Кастильском. Он даже в учебных программах фигурирует как отдельно. Да. То есть, испанский, каталонский, провансальский. Да, да, да. То есть, это вполне себе такие отдельные языки. Ну, то есть, в отличие от провансальского движения, окситанского движения во Франции, ну, каталонский это очень большой язык. То есть, у него полно нейтив спикеров. И, соответственно, с ними приходится считаться вполне себе. И это только два диалекта. В Испании-то их, конечно, больше. То есть, там романский очередной континуум. То есть, вот если из Португалии, значит, ехать через, значит, Испанию и Францию, ехать там на юг Италии, то от деревни к деревне, как я много раз уже говорил, отличия будут, по сути дела...